Документы утеряны. Как я могу подтвердить свой рабочий стаж, чтобы получать пенсию? Первый на сегодня вопрос задал Сергей Слепцов. Можно обратиться за предварительной оценкой документов на заблаговременную работу, которую проводят сотрудники пенсионного фонда. И на этапе проведения этой заблаговременной работы по обращению гражданина мы самостоятельно сделаем запросы в те организации, а если они ликвидированы, то их к их правоприемнику или в архивные учреждения с целью подтверждения этого стажа. Знаю, что сейчас в области действует особый противопожарный режим. Выезды на природу с друзьями сорвались, но неужели даже на своей частной территории я не могу развести костер? Недоумевает Денис Зуев. В условиях особого противопожарного режима запрещается разведение открытого огня, выжигание сухой травянистой растительности, сжигание бытового мусора, в том числе на приусадебных участках граждан. Живу в центре Благовещенска, видел, что уже готовы эскизы благоустройства скверов. Я не со всеми согласен. На что упирались архитекторы при их подготовке? Такой вопрос поступил от Евгения Жданова. Во-первых, мы проводили предварительные опросы жителей, предварительно. И жители как бы говорили, что они хотят видеть. Во-вторых, мы выезжали обязательно на место специалисты и осматривали. Вот, допустим, фонтан «Бабочка» мы с вами видим в 43-м квартале, что сам фонтан, он просто засорились в сопла. Ему нужно обязательно прочистить, ему нужно добавить немножко еще, как бы струй, да, чтобы он более засиял. Сейчас очень популярны детокс-напитки. Производители даже предлагают целые наборы, на которых можно сидеть день-два неделю. Насколько это полезно? Ответа на этот вопрос очень ждет Ольга Иванчук. Детокс-напитки – неплохая вещь, если рассматривать в ключе проведения одного разгрузочного дня или замены одного приема пищи для снижения веса. Тогда да. Но, опять же, необходимо помнить о противопоказаниях, о которых необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом, да, и узнать. Если это два-три дня и более – нет, это уже не имеет отношения к здоровью и к правильному и здоровому снижению веса. В интернете наши библиотеки часто публикуют самых читающих людей города. А сами сотрудники много книг читают? Хотя бы в месяц, интересуется Ирина Каш. Из-за каждого я не скажу, но в среднем две-три книги, потому что нам некогда из-за работы. Много сейчас разных дел в библиотекарей, мы ведем общественную работу, поэтому у нас совершенно не остается времени для чтения.